Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 9 июля, за богослужением читается Евангелие от Матфея с 28 стиха 8 главы по 1 стих 9 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Вовремя Ону, пришедшую Иисусу в страну Гергесинску, Средтостые годы в обвесна от гроб исходяща люто зело, Яко не мощи никому минути путем тем. Исева записта глаголюща, Что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, Пришел Исисемо, прежде времени мучите нас, Бяше же далече от нею стадо свиней много посомо, Бесе же маляху его глаголюще, Аще изгонишины повели нам идти в стадо свиное, И рече им идите. Они же ишедшие доши в стадо свиное, И сиаби, устремися стадо все по брегу в море, И утопоша в водах, пасущая же бежаша, И шедшего град возвестиша вся, И обесною. И севесь град изыди в сретени Иисусове, И видевши Его молиша, Я куда бы пришел от предел их, И влез в корабль преде, И прииде во свой град. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, Вышедшие из гробов, весьма свирепые, Так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, И бесы просили его, «Если выгонишь нас, То пошли нас в стадо свиней». И он сказал им, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней Бросилось с крутизны в море И погибло в воде. Пастухи же побежали И, придя в город, Рассказали обо всем И о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел Навстречу Иисусу И, увидев его, Просили, чтобы он Отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, Переправился обратно И прибыл в свой город. Продолжая свое путешествие По Генесарецкому озеру, Спасители с учениками Прибыли в Гергесинскую страну, Названную так по имени города Гергеса, Находившегося к юго-востоку От озера на границе с Аравией И входившего в число Городов в Десятиграде. Когда Господь прибыл туда, Его встретили два бесноватые, Вышедшие из гробов, Весьма свирепые, Так что никто не смел Проходить тем путем. Александр Павлович Лопухин пишет Причину, почему бесноватые Жили во гробах, Объясняли тем, Что это было иудейское суеверие, По которому демоны имели Преимущество пребывания В гробницах и на кладбищах. И бесноватые только Следовали этому суеверию. Но естественнее всего Объяснить жизнь бесноватых Во гробах тем, Что они были изгнаны Из городов и селений. Величие и всемогущество Сына Божьего, Скрытое для человеческих глаз, Было столь очевидным Для нечистых духов, Владевших более совершенным зрением, Что привело их в ужас и трепет. И вот бесноватые Начинают кричать, Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, Пришел ты сюда Прежде времени мучить нас. Мучением они считали то, Что им не позволили Вредить людям. Архиепископ Аверкии Таушев пишет, Сущность беснования В том, что бесы, Лишая человека Личного сознания И подавляя его Собственный разум, Распоряжаются его телом И силами его души, Причиняя ему Невероятные мучения Его же собственными действиями. Главной задачей бесов Является гибель Всего живого. Осознавая же, Что не смогут погубить Этих двух людей, В которых они пребывают, Бесы просят спасителя. Если выгонишь нас, То пошли нас В стадо свиней. Ефимий Зигабен пишет, Не будучи в состоянии Вредить самим людям, Обращаются к тому, Что им принадлежит, Чтобы показать, Какую ненависть Они питают к нам. И не только это, Но и другое, Гораздо худшее, Замышляют. Они хотят уничтожить свиней, Чтобы владельцы стада, Опечаленные такой потерей, Не приняли Иисуса И таким образом Потерпели еще больший вред, Не приняв евангельского благовестия. И Господь попускает бесам Войти в стадо свиней, Наглядно показывая ученикам И жителям Десятиградия Подлинную природу нечистых духов, Которые противятся всему, Что творит Бог. Свиньи же отданы бесам Не потому, что те этого хотят, Но чтобы этим действием Показать, Сколь свирепствуют демоны в человеке, Сколь настойчиво добиваются Смерти людей. И если человек имеет в себе Свободную волю, Как образ Божий, Который не подвластен бесам И может сопротивляться Своей погибели, То безвольные животные Полностью подчинились Стремлению бесов, Которые в них вселились, И все стадо свиней Бросилось с крутизны в море И погибло в воде. Если Бог созидает и животворит, То бесы, напротив, Стремятся к тому, Чтобы разрушить и умертвить. Но в присутствии Бога Они не могут ничего делать самостоятельно. И Господь показывает, Что для Него важнее человек, А не животное. Что Он пришел избавить от страдания Именно человека. Святитель Иоанн Златоуст Поясняет, Что Христос позволил бесам Войти в стадо свиней, Во-первых, для того, Чтобы, освободившись От этих злых мучителей, Показать величие вреда, Причиняемого им, Этими злоумышленниками. Во-вторых, для того, Чтобы всех вразумить в том, Что бесы без его позволения Не смеют даже прикасаться И к свиньям. В-третьих, для того, Чтобы дать знать, Что с людьми бесы поступили бы Еще хуже, нежели со свиньями, Если бы те в таком несчастье Не удостаивались Великого промышления Божьего. Строки сегодняшнего Евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Свидетельствуют о величии, Всемогуществе и власти Бога Над бесами. Какими бы ни были бесы, Как бы ни распространялось Влияние дьявола в мире, Тем, кто пребывается Христом, Нечего бояться. Господь всегда остается с теми, Кто сохраняет Ему верность, Живя смиренно и пребывая В послушании Его святой воле. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...